Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилус, имя Артур Идиатуллин. Официальные темпы экспансии Китая в третьем квартале в очередной раз не оправдали ожиданий, нижняясь до самого низкого уровня за 30 лет. Рост сравнялся с нижней границей диапазона, установленного правительством в 6-6,5%. Чтобы сохранить темпы роста в целевом коридоре в четвертом квартале, областям, вероятно, придется прибегнуть к долгожданному снижению широкого бичварка стоимости заимствований, то есть ключевой процентной ставки, чего они очень долго избегали, либо продолжать раздувать совокупные расходы, что вносит вклад в ВВП через усиленные фискальные траты муниципальных правительств под конец года. Второй вариант более естественно вероятен, учитывая возражение инфляции, которое ускорилось до 3% в годовом выражении в сентябре. В основном из пятничных данных Китай все больше нуждается в торговой сделке, поэтому шансы на позитивный исход переговоров естественно растут. ВВП Китая составил 6% в третьем квартале, точнее увеличился на 6% в третьем квартале в годовом выражении, вопреки прогнозу в 6,1%, во втором квартале выпуск вырос на 6,2% и в целом интерес представляет не тренд, а скорость замедления роста. Будучи ключевым звеном в мировой торговле, замедление в Китае указывает на дальнейшее сокращение внешнего спроса основных торговых партнеров, и это не может не отражаться на политике национальных, центральных банков этих стран, то есть торговых партнеров. Детали отчета показывают, что негативный тренд наиболее активно развивался в производственном секторе, нацеленном на экспорт. Тонкости подсчета ВВП китайским правительствам делают вполне обоснованными. Сомнения в справедливости официальных цифр, но нужно отметить, что это не обманы и не манипуляции, а всего лишь тонкости на подсчеты. Так, например, из-за преобладания административных элементов управления экономикой, правительству был соблазнен, были также возможности генерировать роза счет накопления основного капитала, что, в принципе, видно из этой кривой, которая достигла значения 44% от ВВП 2014 года, в 2014 году и затем пошла на снижение. Для сравнения, доля инвестиций в основном капитал ниже 20% ВВП, то есть 20% ниже, чем в Китае, и большая их доля приходится именно на частные предприятия, 86%. Естественно, что такого родут во значение бескомандных методов по телесообразной активности государственных предприятий, достичь было нельзя. Вместе с этим получается, что потребление основного капитала, то есть амортизация, а также приходится на государственные предприятия в Китае, и из формулы подсчета ВВП по доходам известно, что амортизация входит со знаком «плюс», то есть амортизацию нужно добавлять, когда мы считаем ВВП по доходам. И если частным предприятиям в Китае в основном разрешено рассчитывать амортизацию линейным способом, то государственные предприятия более гибкие в выборе способа, чтобы в итоге посчитать амортизацию так, чтобы она внесла некоторый раздутый вклад в ВВП. Поэтому итоговое значение ВВП возможно как раз-таки завышено, из-за того, что потребление основного капитала у нас в Китае происходит за счет государственных предприятий, то есть государственных предприятий. На брифинге, посвященном релизу данных, глава статистического агентства Китая заявил, что часть муниципальных бандов под специальные цели, под специальные проекты, вывоз которых планировался в 2020 году, они будут выпущены уже в этом году, то есть сдвинуты будут сроки на более ближайшее время. Как видно, правительство упорно отказывается прибегать к монетарному стимулированию, возможно, делал уроки, исчерпавших возможности ЦБ и банки Японии. Среди других гипотез, что может сдерживать Национальный банк Китае денежной экспансии, выдвигается инфляция, однако можно возразить, что аналозно приходится на волатильные продукты питания, которые выросли в сентябре на 8,4%. Особенно стоит отметить из продуктов свинины, инфляция которых в сентябре составила 69% в сравнении с прошлым годом из-за дефицита. И также появились вчера сообщения, что Китай закупил рекордный объем свинины из США. Поэтому продолжаем ожидать от Китая новостей по поводу фискальных трат, а также возможной монетарной экспансии в конце года. На сегодня не все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.